Привет, мои дорогие! Ну что, соскучились? Нет, а я да. Я надеюсь, что очень скоро мы все с вами увидимся. Вся наша команда и я. Сегодня мы с вами поговорим о нашем наболевшем, особенно для меня. Ведь вы знаете, как я люблю ритмы. Мы сегодня займемся немножко ритмическим звукоизвлечением. Что такое ритм для танца, я надеюсь, вам не стоит объяснять. Ведь вы все умеете танцевать и иногда, наверное, возможно, делаете это под музыку, как это делаю я. Но для этого нам понадобится для начала, конечно же, антисептик для рук. Потому что сегодня мы будем с вами не рекламировать это, а использовать руки как подручное средство для извлечения звука. Обязательно продезинфицируем наши ручки. Похлопаем. И самое важное, я вас попрошу дома найти стаканчик. Только не стеклянный, какой-нибудь пластмассовый или бумажный, или, может быть, пластиковый. А может быть, вы вместо стаканчика придумаете какой-нибудь другой предмет. Очень важно, чтобы он извлекал звук. Любую плоскость, это может быть стол или краешек стола, используйте для этого. Стаканчик мы с вами будем держать в правой руке. Но для левой руки нам понадобится с вами коробок спичек. Это обычные спички, которые мы тоже с вами будем использовать для звукоизвлечения. Итак, в левой руке у нас будет коробок спичек, а в правой стаканчик. Что я вам предлагаю? Я предлагаю правой и левой рукой задавать друг другу важные ритмические рисунки. Мы будем с вами начинать от простых рисунков до сложных. Я вас попрошу привлечь к этому действию ваших мам, пап, братишек, сестричек, а может быть, даже бабушек и дедушек. А если у кого-то есть попугайчик или котик или собачка, я уверен, что они тоже вам с удовольствием помогут. Итак, что касается ритма правой руки. Например, вы бьете один удар. Этим ударом вы задаете задание левой руке показать такой же удар. Потом вы делаете два удара и левой рукой повторяйте. Если напротив вас сидит папа или мама, они должны повторить удары за вами. А сейчас я вам покажу, как это в действии происходит. Я подобрал музыку, которая сегодня подчеркивает мое настроение и, в принципе, настроение мое по жизни. Внимание, посмотрим. Ведь не сложно, правильно? Ну что, понятно ли вам задание? Благодаря таким заданиям ритмическим вы внутри рождаете в себе ощущение воспроизведения собою в музыке. А самое главное, попадание в акценты тех изумительных аккордов, которые звучат в той или иной композиции. Что касается композиции, я вас попрошу найти свои любимые мелодии, свои любимые песни, какие-нибудь произведения, под которые бы вы хотели сделать подобное легкое, как на мой взгляд, упражнение. Самое главное, что это упражнение очень и очень полезное. Полезное для всех абсолютно. Ну что, если вы поняли мои задачи, выполняйте. Всего вам хорошего. Следующий кадр. Что, мне может поближе или подальше, чтобы было... А сейчас, дорогие мои, немножко экскурс в историю. Историю одного замечательного музыкального инструмента, который появился самый-самый первый на нашей планете. Как вы думаете, какой это инструмент? Не знаете? Я уверен, что кто-то догадывается, а может быть и уже ответил на мой вопрос. Самый первый музыкальный инструмент это был... Ди-ди-ди. Конечно же, барабан. Это был ударный инструмент. Инструмент, который за счет того, что натягивали кожу на огромную деревянную такую тумбу, благодаря ему извлекали звук. Под эти звуки барабанов устраивали огромные большие танцы у костров, какие-то разные перформансы, представления. Вызывали даже дождь. Но, конечно же, можно было бы сказать, что первым музыкальным инструментом это был гром. Или дождь, который капельками падал на землю или на воду и извлекал звук. Так вот, самый первый ударный инструмент это был барабан. А я хочу вам еще рассказать про очень важный, мною самый любимый инструмент это... Кто знает, что это? Итак, маракас или марака. Да-да, совершенно верно. Ударение на вторую букву А. В обыденной жизни мы привыкли слышать и говорить маракас или маракасы, если их много. Но это классификация ударной музыкальной инструменты. Именно маракас или марака. Это древнейший ударно-шумовой инструмент коренных жителей Антильских островов, индейцев Таино. Разновидность погремушки, издающей при потряхивании характерный шуршащий звук. В настоящее время мараки популярны на всей территории Латинской Америки и являются одним из символов латиноамериканской музыки. Как правило, музыкант, играющий на мараках, использует пару погремушек, по одной в каждой руке. Итак, дорогие мои, если вы справились с тем заданием, которое я вам сегодня предложил, я вам предлагаю еще дополнительно использовать коробок спичек для вот такого упражнения. Оно мне очень-очень нравится. Я его когда-то в детстве увидел, подсмотрел и с тех пор всегда им пользуюсь. Мы используем наши спички как маракас. И для этого я предлагаю взять музыкальную композицию, любую, из латиноамериканской культуры. Можно взять кукарачу. Что мы берем? Руку, коробок спичек мы должны ударить сверху и снизу. Но, задавая ритм, попробуйте напевать. А кукарача, а кукарача, а я зеленый попугай. А кукарача, а кукарача, а я зеленый попугай. Пробуйте. Я жду ваше видео на нашем телеграм-канале. До встречи. А че это вы здесь делали? А? Кино-то уже кончило? Субтитры сделал DimaTorzok